Прокуратура против спайсов. Сотрудники надзорного органа организовали круглый стол, тема которого – воспрепятствование распространению в регионы курительных смесей. В последнее время тема спайсов стала актуальна по всей России. В Кенишемском районе зафиксировано шесть случаев отравления курительными смесями. Одна из пострадавших находилась в коме. Сотрудники прокуратуры провели проверку и сделали выводы. Педагоги школ вели недостаточную пропаганду здорового образа жизни. Не рассказывали детям о том, какой вред употреблению наркотиков может нанести их здоровью и какой след оставят на дальнейшей судьбе. За употребление административной ответственности предусмотрено статьей 6.9 КУАП. За хранение, приобретение, сбыт уголовной ответственности предусмотрено целым спектром статей Уголовного кодекса. Только в этом году в Ленинском районе областного центра заведено 15 уголовных дел по статьям, связанным с наркотиками. 13 из них в отношении лиц, незаконно купивших и хранивших у себя спайсы. Сотрудники прокуратуры отмечают, среди употребляющих отравляющие вещества большое количество детей из благополучных семей. Когда противостоять этому злу, что называется, всем миром, эффект, представляется, будет куда значимее. В первую очередь, она должна осуществляться путем пресечения фактов пропаганды употребления курильных смесей и предложений по их приобретению, проведения педагогической работы с молодежью, организации досуга молодых людей, побуждения их к занятию спортом. Именно на спорт прокурорские сотрудники делают наибольшую ставку. А пока молодежь будет улучшать свое здоровье за счет физнагрузки, сотрудники управляющих компаний должны будут закрашивать надписи о наркотиках на стенах домов. Специалистам управления благоустройства рекомендовано стирать надписи с остановок и городских заборов. Сотрудники прокуратуры даже предложили свой вариант замены с пайс-граффити. Наверное, несложно выявлять эти надписи. И мы предлагаем такой вариант. Здесь мы можем это обсудить. Вместо тех надписей, которые предлагают нам, по сути, приобрести отравление здоровью и в конечном итоге негативные последствия социальные и возможные смерть, мы предлагаем замещать их следующими надписями, жизнеутверждающими. Например, «Мы за спорт». Рекламы считают собравшиеся лучшие средства борьбы с распространением запрещенных веществ. Необходимо на телевидении показывать больше негативных последствий употребления наркотиков. Только тогда у молодежи отпадет желание искать удовольствие в курительных смесях. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.